Немножко сладкой жизни. Это очень мило. Спасибо всем актёрам Брянского театра за вот такую милоту. Наталья Квитковская, актриса Мариупольского театра, показывает, какой сюрприз ждал их в гримерках в Брянске. Кажется мелочь, но это говорит, знаете, об отношении, о теплоте. Оказаться в настоящих гримерных комнатах для актёров из Мариуполя особенно приятно. Ведь после того, как украинские националисты взорвали их родной театр, они вынуждены ютиться в домах культуры, усылевших под обстрелами. Вот моя лисичка. Вечером это всё будет иначе. Вечером вот будут барышни такие. Да, уже чеховские. С собой минимум реквизита. То, что смогли уберечь и заново воссоздать из найденных под развалинами кусков ткани и перьев. Мой костюм на Мерчуткину, он сшит из мешка, в котором хранилось железнодорожное бельё. Вот эти серые мешки. Вот он сшит именно из мешка. Не было тканей. Никто не мог найти тканей. В этом костюме она предстанет перед брянским зрителем в Водевилях по пьесам Чехова. Ольга Гриневич приводит в порядок к вечернему спектаклю «Парики», который чудом удалось спасти из-под развалин. Цех, в котором хранились наши «Парики», он был разбит. Двух стен не было, но он не горел. И мы пришли туда по шатающимся плитам. Было, правда, очень страшно, но они бесценны. Это натуральные волосы, это работа многих поколений гримеров нашего театра. «Парики живые», мы привели их в порядок. И вот как бы они работают в наших спектаклях. Сегодня русский драматический театр в Мариуполе становится на крыло. Идет 145-й сезон. В спектаклях после нескольких лет запрета на родной язык вновь звучит русский. По проекту «Большие гастроли» Мариупольский театр с начала марта путешествует по городам России с двумя постановками. «Де юре» у нас театр есть, он существует. Де факто мы пока еще рождаемся, мы еще живем, взрослеем. Набраться опыта, профессионализма. Немногие актеры, которые разъехали во время боевых действий, вернулись в свой театр. Некоторые за границу уехали, некоторые уехали на территорию Украины. Поэтому нам пришлось набирать труппу, брать студентов, брать тех людей, которые что-то могут в творчестве. Год назад, сразу после взрыва театра в Мариуполе, брянские актеры решили организовать сбор в помощь коллегам. Инициатива снизу, вот прям подходит это слово, по-другому не скажешь. Когда стали мне подходить люди и говорят, Михаил Горгиевич, а что мы можем сделать, как? И мы решили, как мы можем, ну надо, его же будут по-любому восстанавливать театр. Это же вот тогда уже было ясно. И мы решили как-то помочь, ну сыграть спектакли на восстановление театра. К сборам подключились театры Москвы, Санкт-Петербурга. Сегодня, делятся мариупольцы, готовится проектно-сметная документация нового здания. В 2015 году киевский режим убрал из названия театра формулировку ордена, знак почёта. В 2022 году историческое название было восстановлено, сохранилась и сама награда. У нас есть актриса Наталья Норисовна, Трощенко, которая попавала, там рыскала, но я всё-таки нашла орден, знак почёта. На пресс-конференции актёры рассказали журналистам, в каких условиях сейчас живут. Дом Натальи Квитковской разрушен, она снимает квартиру. Но артисты счастливы тем, что живут и работают в родном городе, и что их труд и творчество востребованы. Мы живём, мы занимаемся своим любимым делом в своём родном городе, на своём языке, на котором мы выросли. Нас всех спасает работа. То есть театр – это такая сила, а тем более мы здесь в театре, это вообще… Брянский зритель, так же, как и коллеги актёры, тепло встретил Мариупольский театр, который с недавних пор выступает в сопровождении оркестра. Мы очень рады, что приехали к нам эти артисты. Очень понравилось. Даже не хотелось на антракт выходить, но, думаю, уже нужно пройтись, вдохновиться вот этим театром и заново зайти снова. Очень шикарно. Мы очень им благодарны, что они приехали, несмотря ни на что. У них сцены нет, и вот так они собрано всё, хорошо сыграли. И мы очень поддерживаем артистов, потому что они молодцы. Следующие в гастрольном туре мариупольских артистов – Орёл, Тула, Калуга, Новомосковск и Воронеж. Параллельно идут репетиции новых спектаклей, которые театр покажет своему зрителю в Донецкой Народной Республике. Светлана Дробкова, Александр Седачёв, Александр Власов, Дмитрий Матёров. Брянск.